Привет-привет, с вами Кит-Кейт, и сегодня мы поиграем в милых маленьких пушистиков. Кстати, а ты любишь пушистиков? Если любишь, обязательно ставь им лайк. А мы начинаем. Куда они все побежали? Интересненько, давай-ка посмотрим. Что здесь новое? Космическое яйцо какое-то? Хм, надо открывать. Но пока это сделать не очень возможно. Ух ты, нух ты, а здесь что за малыш сидит? Ммм, интересненько. Это, видимо, за подписку. Ладно, подписки у меня нет, но малыши-то все равно есть. Давай немножечко приберемся и поиграем вместе с ними. Кстати, у меня есть вкусняшки в виде брокколи. Мои малыши просто обожают брокколи и всякие другие вкусняшечки. Поэтому я могу их угостить. Кто тут ягодки любит, кто свеклу, кто брокколи. Все покушают своих любименьких овощей. Главное, чтобы свои кучки не оставляли после этого. А я пойду... Ой, а вот и яблочки. Ну, конечно же, я же говорила, они любят немножечко помусорить. Но ничего страшного, я тоже умею прибираться. Поэтому быстренько справляюсь с этой проблемой. Кстати, а это... Что? У них появилась улица? Да ладно! Она теперь стала отдельным участком? Это просто супер-пуперско! Я вообще не ожидала, что здесь будут улицы... Ой, это что за невидимые малыши тут сажают у меня? И столько места? Наверное, наверное, у меня что-то должно появиться. Наверное, новые предметы. А как малышей сюда позвать? Ну-ка, а если вот так сделать? Нет, никак, никак малышей не позвать. Эх, жалко! Так, хотелось позвать малышей сюда. Не знаю теперь, как их сюда и выгулять. Ладно, разберемся. Кстати, если бы вы хотели себе такую площадочку во дворе, то обязательно ставьте лайк. А я пойду открою нового малыша. Потому что раз они со мной не хотят туда идти, то я приду к ним и посмотрю, что за космическое яйцо у меня попалось. Интересненько, кто его вылупил? Непонятно, непонятно. Наверное, кто-то космический, наверное, кто-то самый секретный. И это, божечки-кошечки, вы только посмотрите на эти глазки. Это же красота-липота какая-то, мне уже нравится. Если вам тоже нравится мой малыш, обязательно, обязательно ставьте ему лайки. Потому что он очень мимишный. Мне прям очень понравился. И я буду ждать с нетерпением, когда уже он вырастет и станет большим. А пока могу поиграть с моими малышами, друзьями, покормить их всякими разными вкусняшками. Бутылочку, может быть, даже там... Нет, бутылочку они не хотят есть. Ну, конечно, какая им бутылочка? Они вообще-то уже взрослые ребята, взрослые дамочки, мужчины и все такое. Зато, зато у меня здесь есть ванна. Кстати, ее можно просто включить без малышей. Хм, это что-то новенькое. Это реально что-то новенькое. Мне кажется, здесь не было столько всяких клевых и прикольных штукенций. Давай посмотрим, что у нас на спортивной площадке. Окна, к сожалению, не открываются. Ну да ладно, давайте накормим нашего малыша. Кстати, кто-то хочет морковку. А у меня морковки-то и нету. Эх, жалко, я бы сейчас накормила. Ладненько, жалко, не жалко. Давайте посмотрим, что там у нас с подарочками. И что здесь нарисовано, что подарочек будет? Не, ну это слишком далеко прыгать. Я так далеко не умею. Я начинаю провалиться в пропасть. Поэтому не очень-то хотелось бы провалиться в нее снова. Надеюсь, я допрыгаю хотя бы до середины. Но это не точно. Ладно, давайте перематываем быстренько и попробуем допрыгать до конца. Если у меня получится, я буду просто мега счастлива. Нет, неудачненько. Эй, да ладно. Зато получила две монетки. А две монетки, знаете ли, не лишние. Потому что у меня монет-то не так уж и много. Всего лишь 64. Кстати, давай посмотрим, какие еще есть мини-игры. Есть, кстати, давай в шарики поиграем. Вдруг нам морковка попадется. Там же кто-то определенно хотел морковку. Ладно, сейчас попробуем покидать эти шары и посмотреть, что у нас с этим получится. А, нет, что я делаю, что я делаю. А, нет, все правильно делаю. Божечки-макарошечки. Кстати, здесь тоже нарисован подарок. Но мне кажется, что здесь подарков никогда прям не было. Интересно, как думаете, будет здесь подарок или нет? Я не очень уверена, что здесь вообще может быть подарок. Но посмотрим, а вдруг, а вдруг он все-таки будет. И вдруг мне повезет, и я смогу что-то выиграть. Это было бы очень-очень мега круто. Кстати, можно вот сюда вот прям закинуть. Фу! Классно, слушайте, получилось. И, да, а толку-то? А толку-то? Толку-то никакого. Ладно. И просто, вы видели, я просто выкинула, выкинула в пропасть этот шар. Да, я, кажется, делаю что-то определенно не то. Хорошо, сейчас разберем. Эээ, в смысле? А почему нельзя взять? Странно. Странно, странно, странно. Почему-то нельзя взять и монетку собрать. Я-то думала, мы сейчас ее соберем быстренько. Эх, печальная печаль. Сейчас мы немножечко здесь пошалим. Пошалим и ага. И ага, сейчас вот сюда надо прыгнуть. А это, кстати, можно туда выкидывать. Ха, интересно. Потом вырастет там новый островок с этими, с кучей разных моих шариков, ненужных, бесполезных, которые я туда накидала или нет. Но я думаю, что мы узнаем все это. Но все по порядку, все по порядку. Потому что пока мне кидают всякие шарики, которые мне вообще не нужны. Прямо от слова совсем-совсем не нужны. Ладно, разберемся, разберемся. Текса, если так прыгнуть. Фух. Вот это было сильно. Кстати, кстати, кстати. Получается, если вверх их кидать, там ничего не будет. Это же, это же отличнейшая новость. Потому что получается, что мы можем, можем выигрывать там. Выкидывая шарики куда-нибудь в пропасть. Слушайте, это, это идея, определенная, это определенная идея. Так, это что у нас, синий шарик? Я, кажется, я опять не права. Ну ладно, сейчас. А, не, 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 не. Не, 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 не. Все, фух. Оранжевый. Ах, нет, оранжевый, оранжевый. А как? Есть! Есть! У меня это получилось. Так, окей. Окей. И сейчас, сейчас мы, сейчас мы с чем-нибудь справимся. Надеюсь, что у меня это получится. Потому что пока я только нервничаю и у меня все... Божечки, ты крошечки, мокрошечки. У меня пока все не получается. Я уж даже не знаю почему. Ладно, я думаю, что, ну, сейчас не получается. Потом-то должно... Ах, опять забыла. Забыла, забыла, забыла. Ну ладно, бывает, кстати, у меня отличный шанс бросить эту оранжевую штукенцию. И мы почти, почти, почти дошли. А это значит, у нас есть шанс заработать что-нибудь интересное. А, мы же здесь всего лишь морковку зарабатывали. Да ж морковку не дали, свеклу дали. Не, ну, вообще, так не честно, если честно. Потому что, ну, ну, кто ж морковку-то дает. Это, это вообще обидно даже. Эх, ладно, давай смотреть, что там у нас с малышом новым. Жалко, конечно, что у меня не получилось ничего вкусненького. Выбить в этой игре. Но зато я могу повеселиться со своими друзьями. И накормить их брокколи. Главное, чтобы не было несварения. Я думаю, что ничего не будет. Сейчас посмотрим, кто там у нас. А что у нас, малыш-то не растет? Эй, ты чего, не просыпаешься? Разве можно так долго спать? Да почему же? Эх, эх, малыши такие малыши иногда. Они почему-то устраивают какие-то сонные царства. Мне непонятно, сколько времени он вообще собирается там спать. Я вообще-то жду его. А он все спит и спит. Прям безобразие. Эх, перосыпайся, перосыпайся, пожалуйста. И, да нет, ну все еще спит. Ладненько, сейчас что-нибудь придумаем. Может быть, поиграем с малышами с кем-нибудь? О, наконец-то! Проснулся, да ладно. Ну, хоть бы сразу вырос. Давайте посмотрим за ним и немножечко понаблюдаем. Потому что у него глаза просто космическо-бомбические. Мне кажется, это лучшие глазки для малышей. И в играх во всех, которых я только видела. Я вообще, вот посмотрите, у всех цветные всякие глазки и прочее. А там, а там прям космос, космос, да. Кстати, вы заметили, что они успели у меня здесь намусорить везде? Я ушла на минуточку буквально. Прям на секундочку, я бы сказала. А у меня уже здесь везде безобразие. Ну, это у меня такие малыши. Ну, вот такие уж есть. Но я с ними живу и радуюсь, и все такое. Кстати, этого надо сводить в туалетик. Пусть он сходит и там взял свои деляшки. Радуги попускает опять же. Но почему бы и нет? Раз хочется. Хочется малышу. О, что он там рассказывает? Что там у него произошло? Что-то страшное? Ладно, ладно, покормлю, покормлю. Давайте, кушайте. Мне ж не жалко. Бутылочку, может, кто-нибудь хочет. Да, а это кто у меня тут спрятался за коробочку? Это очень загадочно. А, это слонбок. Фух, я уж испугался, что у меня какие-то коробочные малыши появились. Я их не видела. И что? Снова есть? Да сколько ж можно? У меня что-то малыш троглотит какой-то попался. Он все ест, ест и ест. Надо уже расти, а не есть. Кстати, у него носик похож на лошадку, мне кажется. Даже интересненько, какой он будет, когда вырастет. Будут у него крылья, не будут у него крылья. Может быть, у него будет какой-нибудь хвост. Или еще что-нибудь интересное. Кстати, если вы любите игры про питомцев, то обязательно ставьте лайк. И не забывайте, конечно же, подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. А я пока всех покормлю и буду ждать. Сколько ждать? Не знаю, возможно, вечность. Но буду ждать с нетерпением, когда вырастет мой новый славный малышок. Потому что мне вообще интересно посмотреть, какой он будет. А эти взрослые малыши оставили бананы. Интересно, главное, ели корм, а накидали бананы. Ох уж эти малыши. Так, а ты слоненок? Ой, слоненок. Какой же это слоненок? Это же лошадка. Почему я его слоником назвала? Непонятно. Ладно, всех покормим. Мы еще не всех покормили. Мне кажется, мы еще не сходили вот в ту сторону. Точно, точно. Посмотрите, они там тоже уже мусор навели. И прочие всякие прелести свои. Ох уж эти безобразники. Как же их приучить к порядку-то? Непонятно. Что же с ними сделать такого, чтобы они перестали мусорить, пакостить и хулиганить? Эм, в смысле? Еще есть. Это первый малыш, который столько ест. Они обычно пару раз поедят и такие, все, я готов, я готов. А этот все ест и ест, и ест, и ест. И фух, наконец-то. Дождались. Давай посмотрим, кто из него все-таки вырастет. Ну что? Боже мой, смотри, он реально с крыльями очень красивый. Ребята, если вам он понравился, обязательно ставьте ему лайки. Он определенно заслуживает их. А на сегодня все. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И всем пока-пока. А я пойду по-любой за своим новым малышом. Вернее, он даже не малыш теперь уже. Он теперь совсем большой мужчина какой-то. Очень классный. Все, ребят, всем пока-пока.